Школу в микрорайоне Садовый откроют 1 сентября. Об этом напомнил министр образования Чувашии во время проверки строительства объекта. Сейчас продолжаются отделочные работы, но подрядчикам порекомендовали нарастить темпы. Что поможет ускорить срок сдачи самой крупной школы в республике, расскажет Дмитрий Ковалев. Яркие краски фасада будущей школы уже заметны издалека. Строители вышли на стадию отделки учебных корпусов. Готовность объекта 70%. Два раза в неделю здесь проходят планерки с участием представителей, заказчиков и подрядчиков. Проблемы возникают из-за проектной документации. Документация по данному объекту сырая. Мы ее постоянно вынуждены корректировать. То есть проектный институт работает вместе с заказчиком, с уксиром. Но это тоже время. Это нас задерживает. В частности, строительство переходов. Там нет смет. То есть те сметы, которые нам дают, они в ценах 2017 года. Вы должны понимать, что в 2023 году строить по тем ценам никто не берется. Субподрядную организацию найти сложно. Мы настроены решительно. Это наша репутация. Наша организация, Медведевская ПМК, работает с 1968 года. С открытием этой школы решится проблема одного из самых густонаселенных жилых комплексов Чебоксара. Здесь будут учиться более 1600 детей. Для ребят обещают оборудовать бассейн, спортивные площадки, IT-класс, современные лаборатории и театральные студии. Мы хотим усилить направление культуры. В частности, есть востребованность по открытию именно таких классов, связанных с театром, с балетом и все остальное, что по большому счету интереснее не только даже этому микрорайону, но и всему городу в целом. Главная задача – это 1 сентября уже школа должна распахнуть двери для наших школьников. Для этого необходимо пройти тоже непростой путь, в том числе лицензирование, обеспечение и расстановка оборудования, подготовки вообще школы к открытию. Я думаю, совместными силами все получится. Сегодня есть взаимопонимание между подрядчиком и заказчиком. Учебное оборудование уже приобрели. Сейчас оно хранится в другой школе. Бывают и задержки, бывают и срывы поставок. Поэтому многовременно уже оборудование приобретено. Сейчас мы рассматриваем возможности еще закупки интерактивных панелей, потому что 65-я школа показал, что это очень наглядно и в учебном процессе эффективно. Сдача объекта намечена к лету. Подрядчикам посоветовали пересмотреть график работы и продолжить строительство школы по воскресеньям. Тепловые контуры уже все закрыты. Как я повторил, второй, четвертый корпус начинается черновая отделка. Наверное, месяц она продлится. Уже в более летний сезон, теплый сезон, начнется работа по озеленению. Деньги выделены в полном объеме. Финансовых средств на сегодня достаточно. Строительство школы в Садовом в правительстве региона продолжают держать на особом контроле. Дмитрий Ковалев, Надежда Александрова и Игорь Ульянов. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова